Приветствую дорогие друзья! В этом видео у нас распаковка вот такой вот здоровой коробки. Весом эта коробка примерно 1 кг, шла ко мне на неделе 2 наверное, может чуть больше, чуть меньше, не помню уже точно, это было примерно с месяц назад. Собственно в этой коробке находятся видеокарты, заказывал я их двумя разными заказами, это GTX 960 от компании Zotac и GTX 960 от компании Asus. Я хотел, чтобы они пришли в разных коробках, ну потому что стрёмно как бы 2 видеокарты в одной коробке заказывать, слишком уж жирный куш находится, но китаец положил все в одну. Единственный маленький плюс, который можно так сказать, это вот то, что китаец написал стоимость, общую стоимость всего лишь 8 долларов, всего лишь 8 долларов. Написано, что это UZDC202GT, 2GDR5, что-то такое. В общем, снимаю здесь полтонны пупырки, первая видеокарта и вот вторая видеокарта. Они немножко разные по размеру, это естественно. Недавно один из подписчиков у меня спрашивал, посоветуйте видеокарту какую-нибудь в компактный корпус, потому что обыкновенная видеокарта там не вместится. Я ему советовал заказать Zotac, потому что я уже несколько раз заказывал Zotac и в принципе они вот так выглядят, да, они небольшие. И он все-таки ее не заказал, он сказал, что закажу лучше Asus, он заказал Asus и вы видите разницу сверху Zotac, снизу Asus. И он заказал Asus, а ему нужна была компактная. Не знаю, что он с ней будет делать, но ладно. Давайте отложим видеокарту от компании Asus немножко в сторону к следующему видео, а сейчас все внимание будет приковано к видеокарте от компании Zotac. Сейчас я ее распакую и посмотрим, что она из себя представляет. Вот такая вот видеокарточка, шнур питания дополнительно у нас в комплекте. Ну, знаете, выглядит довольно-таки добротно. Кулера нормальные, вращаются вроде более-менее стабильно, но пока неизвестно. С обратной стороны все выглядит более чем прилично. Давайте подробнее посмотрим. Собственно, если смотреть немножко поближе, есть мелкие царапины, пыль на радиаторах, пыль на лопастях, естественно, есть. С этой стороны у нас есть DisplayPort, HDMI и DVI, все также в пыли. Обыкновенный шестипиновый разъем для дополнительного питания. Ну, и обратная сторона у нас, в принципе, вот такого оттенка. Видно, конечно, что карта БУ вся в пыли, но, в принципе, ничего криминального нет. Вот такая у нас здесь маркировочка Zotac GTX 960 2GD5. Есть какие-то непонятные надписи маркером, но в целом вот так. Также непонятно для чего здесь китайцы наклеили гарантийные наклейки. Ну, да ладно, давайте разберем видеокарту, посмотрим, что там внутри. Вот такая здесь скромная плата, собственно. Здесь несколько чипов памяти, с обратной стороны два чипа. Вот здесь расположены цепи питания, все, в принципе, скромненько. Как мы видим, термопаста здесь родная, о чем свидетельствует данный отпечаток на радиаторе. Видите, он имеет такую квадратную форму, это чисто заводская термопаста. Текстура термопасты не сильно застывшая, поэтому не было особо смысла ее менять. Взглянем поближе на сам чип. Вот у нас маркировочка GM206-300A1. Давайте в интернете посмотрим, что это у нас за чип. Собственно, так и есть. Это GTX 960, все правильно. Данные чипы ставили на эти видеокарты от разных производителей. Сейчас я нанесу новую термопасту, соберу видеокарту обратно и посмотрим, на что она способна в играх. Собственно, вот так у нас определяется видеокарта в GPU-Z, как GTX 960. Здесь все соответствует реальности. 2 ГБ у нас видеопамяти, шина памяти 128, в общем, все четко. Тестировать я буду видеокарту в паре с процессором Intel Core i5 2-го поколения и оперативной памятью 8 ГБ DDR3 в дуал-режиме на вот такой материнской плате, если вдруг кому интересно. Ну, давайте перейдем к тесту в играх. Как вы уже поняли, первой игрой в тестах будет именно в World of Tanks. Открываем настроечки, разрешение у нас Full HD, HD клиент и все на ультра. Все, что можно было выкрутить на максимум, я выкрутил. При этом FPS у нас держится около 60-70 кадров в секунду. Для этой игры я бы сказал, что этого более чем достаточно. Видимо, эта видеокарта идеально подходит для World of Tanks. Следующая игра в нашем тесте это Battlefield 1. Настроечки открываем и выставляем спокойненько на ультра при разрешении Full HD. Количество кадров в секунду держится около 50, и этого вполне достаточно для прохождения одиночной кампании. Если же решите поиграть в многопользовательском режиме, придется снизить настройки с ультра до максимальных либо высоких. Следующая игра в нашем тесте это Far Cry 5. Собственно, FPS держится около 50 кадров с провалами до 40 и даже до 35. Это в принципе играбельно, учитывая текущий уровень видеокарты и настройки. У нас здесь Full HD и средние настройки качества. На самом деле игра очень прожорлива к процессору, поэтому возможно с более мощным процессором видеокарта лучше себя покажет. Но в принципе для одиночной игры очень даже нормально. Следующая игра в нашем тесте это Metro последней части, то есть Metro Exodus. Что касается настроек, у нас здесь выставлены средние настройки качества при разрешении Full HD. Собственно, вы видите какие конкретно настройки выставлены. И что я вам скажу, игра не сильно динамическая и не требует от нас очень большого количества FPS. Здесь нет необходимости резко бегать, резко отстреливаться, уворачиваться от пуль, поэтому геймплей в 35-55 кадров в секунду более чем плавный. И если бы не было счетчика кадров, я бы даже не заметил разницы. В общем, играть вполне себе комфортно. Следующая игра в нашем тесте не столь прожорлива, поэтому количество кадров в секунду здесь около 120 держится. Как вы же поняли, это Dota 2. Я не особо играю в нее, поэтому зашел чисто проверить, как оно все это дело работает. Что касается настроек, сейчас откроем, посмотрим, что у нас там выставлено. Разрешение картинки по-прежнему в Full HD и качество выставлено на максимум. При таком количестве кадров играть более чем комфортно. Следующая игра это у нас старый добрый Ведьмак 3. Количество кадров на высоких настройках держится от 35 до 45, но если поменяем настроечки на средние, количество кадров возрастет и будет держаться примерно от 45 до 60. Игра плавная, никаких фризов, все отлично. Для одиночного прохождения игры этого более чем достаточно. Следующая игра у нас старая добрая GTA 5. Количество FPS держится около 70, все благодаря стандартным настройкам, которые автоматически выставила система. Разрешение у нас как всегда в Full HD и вот такие настройки система автоматически выставила. Где-то очень высокие, где-то высокие, где-то мягкие, средние и так далее. В целом получается графика приятная и при этом FPS у нас не страдает и держится на уровне от 60 до 70 кадров, чего более чем достаточно для комфортной и плавной игры. И в завершение у нас новинка 2019 года, собственно Battlefield 5. Что касается настройок, у нас по-прежнему выставлено Full HD разрешение и в настройках высокие настройки собственно. Количество кадров в секунду держится около 50, с просадками до 40-45. В принципе для комфортной одиночной игры этого более чем достаточно, но что касается мультиплеера, тогда необходимо будет урезать настройки до средних. В общем ребят, как-то так. Если это видео было для вас полезным, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, если до сих пор не подписаны. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!